А вот и Дима вернулся! Мы знаем, что вы делаете! Достали ляльки вуду. Сейчас разберемся. Сейчас. Чи можем мы? Дивиться сьогодні у специальному выпуску Попконвейера. Конечно! Мы можем все! Можемо! Хейтеры! Кто они? Очень замкнутые в себе люди, которые сидят где-то у себя в комнате возле компьютера. И печатают всякое говно на тебя все время. Нави, что они это делают? Это люди, которые в принципе ничего не добиваются в жизни, а сидят и пишут. Самое агрессивное, что могут выкидывать люди на моих концертах, это споют лобаду. И как зерки захищают себя от этих недоброзичливцов. Ничего меня не задевает. Все эти мнения. Просто либо я к ним отношусь, либо я к ним не отношусь. Да я тебя ненавижу с первого дня! Полина, ты видишь суслика? Да, нет. Видишь? А я не вижу. А он есть. Так же и с хейтерами. Ни хто не видит, но они пишут, спамят в интернете и обливают с них до головы такой... Зюзью. Зюзью такой. Вот, например, у Полины Головановой также есть свои хейтеры. Очень много. Между прочим, когда в прошлой программе ты отсутствовал, меня засыпали вопросами, где Дима? И вообще, какого сейчас ты одна в экране? Слушай, это значит, те, кто мои фанаты. Ха! Ребятки, зустрянемся. У меня также, Полина, есть хейтеры. Здебольшего меня ненавидят за моё прізвище. Люди ніяк не могут зрозуміти. Абризан. Это концепция, философский взгляд на жизнь, религия. Пиар-ход. Пиар-ход. А я просто абризан. И всё. Я не знаю, чему так. Просто абризан. Я, до речи, подумал над своим прізвищем и зрозумев, что абризан – это тот, кто обрезает всё зайвое. Точно! Чтобы не сказать зайвого, давайте посмотрим, кто такие хейтеры. Хейтеры обычно – они кто. Это очень замкнутые в себе люди, которые сидят где-то у себя в комнате возле компьютера и печатают всякое говно на тебя всё время. Точнейшую дефиницію навіть мы бы не дали. Адже в реалиях украинского шоу-биза хейтеры выглядят именно так. Это люди, которые, в принципе, ничего не добиваются в жизни. Не то, чтобы поп-конвейер бажал нашим селебритис, або их переслідували маніаки, как в голливудских фильмах. Але ж погодьтеся, навіть трохи прикро за них. Бідолахи роками працюють над створенням фан-клубу із 200 15-річних прихильниц ВКонтакті. А что они отримают? Погрози? Скандали? Судові позови? Майже вгадали. Десяток троллів на форумах та в соцмережах. Та й ті дуже милі. Нам постоянно присылають в соціальних сетях голые фотографії. Мне постоянно присылають реально мужчина. Ну, это как раз те, которые любят, например, да, присылають девочке, тоже любят очень стать голыми, позировать для меня, типа, мол... Позировать для меня? Для меня позируют. Закрывают ВКонтакте, например, фотку только открывают для меня, для того, чтобы я посмотрел. Вот, ну, конечно же, это все просматривается, это интересно. Ну, и что ты отвечаешь? Ой, там голая девушка. А я удаляю, я сразу удаляю. Нет, 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 ни в коем случае. Я их оставляю, у меня коллекция целая будет потом. Да ты что? И доки одни знаменитості збирают зворушливые коллекции, инши готовы ледь не закодуватися від интернету, або лишь зайвый раз не читать послания від хейтеров. Я раньше, когда натыкалась на какие-то негативные отзывы обо мне, я расстраивалась очень сильно. Ну, я, в принципе, поняла, что это непродуктивное занятие, ну, посмотрела я, ну, расстроилась. Как-то многие артисты пишут, вот, вы там, фигура вам не нравится, моя губа вам не нравится, пишите все, что хотите. В начале там наша карьера, там, немножко читал это все, как-то пытался еще как-то анализировать, потом понял, что это просто все фигня. Ой, не кажіть Вадиме Анатольевичу, фигня повна! И, певна річ, попконвейер вірит, что вы не вбиваете щоранку своє имя у гуглі. Адже вы, шановні артисти, давно научились с розумением сприймати критику у свою адресу. Да ничего меня не задевает, все эти мнения, просто либо я к ним отношусь, либо я к ним не отношусь, все. Ведь у каждого из нас есть свободное слово, мы живем в свободной стране. Я тоже абсолютно открыто общаюсь с разными людьми. Могу послать, могу любить, могу показать, могу все, что угодно. Я... у меня нет границ во мне того, что можно и нельзя. Точно так же в людях. Я согласна за правду, за открытость, за свободу слова.